Внешний вид студенческой транспортной карты скоро будет космическим. Ракета «Союз» появится на Фарзате. Такой рисунок предложила на конкурс будущий графический дизайнер Ольга Беляева. Она победила в номинации «Достопримечательность нашего города». Ее вдохновили на творчество просторы нашей галактики. За космосом будущее, то, что нам нужно осваивать новые планеты. Семья Гореевых, Арина и ее мама Светлана рисовала школьную транспортную карту «Моя жизнь, моя игра». По заданию организаторов конкурса это должны были быть вымышленные сказочные герои. Арина изобразила синего дракона на фоне Волги и Жигулевских гор. В итоге ее работа удостоилась лауреатского места и премии, которые получили авторы всех лучших работ. Я езжу в школу на троллейбусе. Поэтому я решила, что транспортная карта – это довольно интересно и важно, чтобы она была классного дизайна. Мы даже не думали, что ее работа там какое-то место займет, но больше всего ей хотелось, чтобы, конечно, карта школьника именно выглядела вот очень ярко, и чтобы ребенок вот прям это, ну, с удовольствием, что ли, пользовался ей. Участвовали в конкурсе дизайна транспортной карты целыми школами дополнительного образования. Педагоги, которые наиболее творчески и ответственно отнеслись к участию своих подопечных в конкурсе, были поощрены благодарственными письмами. Марьяна Запятецкая отмечает, что стимулировала детей не только к творчеству, но и к изучению транспортной инфраструктуры Самары, особенностей разных видов общественного транспорта, маршрутов. Им было очень интересно поучаствовать в жизни города, как бы внести вот свое, какой-то вот, как сказать, взнос в нашу жизнь, во взрослую уже. Всего жюри рассмотрело почти полсотни детских рисунков. Конкурс проходил в первой половине октября. Победителей и лауреатов определили в начале ноября. Конкурс поддержал администрацию Самары в лице городского департамента транспорта, а также областной профсоюз работников жизнеобеспечения, члены которого вошли в жюри. Отсмотрел все рисунки, мне очень все понравилось. Рисунков очень много, конечно, детки молодцы, они там проявили и фантазию, и красочные всякие у них там, значит, элементы, и аппликации все на свете. Конечно, трудно было выбрать, но мы постарались, вот всем жюри тут, у нас и споры были, и разногласия, но мы пришли к единому мнению. Все победители этого конкурса, вот лучшие детские рисунки, они будут нанесены на транспортные карты, будет выпущена лимитированная серия, и она поступит в продажу. Я думаю, что и детям будет приятно, и родителям их будет приятно. Поэтому, ну, соответственно говоря, это очень хорошая практика, будем проводить такие конкурсы и в последующем. В ближайшее время мы ждем, к Новому году будут вот эти вот выпущены карты. Порядка тысячи экземпляров. Будем приурочивать это к различным праздникам. Всего в конкурсе приняли участие почти полсотни школьников и студентов. Победителей планируется пригласить на еще одну встречу по случаю выпуска транспортных карт с новым дизайном. К этому событию ОТК организует выставку. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.